Жительница села Молокова Александре Чекиной 89. Передвигаться без посторонней помощи она не может. Уже несколько лет женщина не покидает пределы своего участка. Увидеть на пороге дома людей в белых халатах пенсионерка не ожидала и очень была рада возможности пройти обследование, не вставая с кровати. Это очень хорошо. Дай бог здоровья всем, кто этим занимается. Вот я, например, сижу, я даже вот уже два месяца даже выйти не могу. Ну что я за человек. Конечно, никудышный. А вот так вот очень хорошо. Хоть может таблетки сменять или еще что-нибудь. Благодарю, Господу Богу, за все, что так это придумано. Идея организовать помощь на дому для нуждающихся пожилых людей, которые самостоятельно не могут прийти на обследование в поликлинику, возникла у главного врача районной больницы. Это первый выезд специалистов к пациентам. В этот день медработники посетили десятерых пенсионеров. Всем было предложено сделать УЗИ в ручной полости, общие осмотры и пройти консультацию. Больная является хронической больной. Значит, у нее масса хронических заболеваний. Основной из них – это ишемическая болезнь сердца с нарушением сердечного ритма. Но по тому, как она сейчас в настоящий момент выглядит, она находится в стадии компенсации. Какого-то дополнительного лечения не нуждается. Медикаментозную терапию получают в полном объеме. Проект поддержало видновское благочиние. Вместе с врачами пенсионеров посетил клирик Церкви Казанской иконы Божьей Матери села Молокова. Вот уже несколько лет социальная служба храма навещает своих прихожан, чтобы пообщаться и передать продуктовые наборы. До сегодняшнего дня не хватало только медицинской помощи. Это не просто нужно, это необходимо. Потому что я часто прихожу причать от стареньких бабушек и дедушек. И они жалуются в основном не только на свои грехи, но и на здоровье. Потому что их желание было бы самим прийти в храм. Но часто у них и давление высокое, и ноги не идут. И вот просто вот именно телесное, физическое здоровье очень необходимо им для того, чтобы они были здоровы, радовали нас своим присутствием. Проект помощи на дому пока только набирает активность. Но его организаторы уверены, такие выезды станут регулярными, а список предоставляемых услуг расширится. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное 2.